Послание Отца Абсолюта от 5 мая 2021 года Стволовые клетки Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Чтобы закончить разговор о физическом вмешательстве в ваш организм под предлогом его спасения, мы рассмотрим еще одно явление, которое встречается реже, но все же имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему развитию. И речь пойдет о пересадке костного мозга и о стволовых клетках. Что собой представляет костный мозг человека и почему используется именно такое выражение? Конечно, оно возникло не случайно, поскольку мозг ассоциируется у вас с разумом. А если головной мозг является физическим органом вашего сознания, то костный мозг является органом сознания вашего тела. Он представляет собой органическую субстанцию, содержащую в себе стволовые клетки человека. А стволовые клетки – это ваша визитная карточка, индивидуальный код личности. В них содержится вся генетическая информация о вас, причем не только этого воплощения, но и предыдущих. Это своеобразное божественное хранилище души человека, его духовное и физическое наследие, доставшееся ему от предыдущих воплощений как на Земле, так и на других планетах Вселенной. Это код бессмертия, святая святых каждого человека. И покушение на его целостность является тяжелейшим преступлением, за которое приходит неизменная расплата, независимо от того, совершено оно сознательно или нет. И то, что стволовые клетки людей стали предметом купли-продажи, явилось апогеем чудовищных преступлений рептилоидов перед человечеством. Используя желание некоторых людей оставаться вечно молодыми, они поставили на коммерческую основу пересадку в их организм чужих стволовых клеток, что для последних заканчивается весьма плачевно. Эти клетки не способны прижиться в чужом организме, и в результате таких операций человек довольно быстро умирает. Пересадка костного мозга имеет под собой ту же основу, поэтому такие операции имеют очень краткосрочный эффект. А что же происходит с людьми, которые становятся донорами и добровольно отдают свой костный мозг для пересадки другому человеку? Для них последствия менее трагичны, поскольку чаще всего они делают это из желания спасти близкого человека. Но сама операция довольно опасна и часто вызывает тяжелые осложнения, поскольку ослабляет организм донора. Сейчас на вашей планете идет настоящая охота за стволовыми клетками, которые рекламируются дельцами от медицины как чудодейственное средство омоложения организма. И они действительно являются таковыми, поскольку способны самообновляться. Но для этого им нужна родная и естественная среда, то тело, в котором воплотилась душа человека. Когда же они попадают в чужое тело, то начинает работать заложенная в них от природы программа отторжения всего чужеродного и незнакомого, в результате чего в организме рецепиента образуются раковые клетки, которые начинают множиться в геометрической прогрессии. Вот почему так быстро сгорают люди, подвергшиеся операциям по пересадке чужих стволовых клеток. Но еще большим преступлением против человечества является манипуляция с плацентой, в которой вовлекается все больше врачей, стремящихся заработать легкие деньги, что приводит к родовым травмам и осложнениям, от чего страдает как мать, так и ребенок. Как видите, родные мои, все грехи и изъяны современного общества, управляемого рептилоидами, проникли в вашу медицину, превратив ее в средство манипуляции человеческим сознанием, тем самым толкая людей на бездумные поступки, которые им обходятся очень дорого. Поэтому я вновь и вновь повторяю вам, слушайте только свою душу, которая никогда не обманет вас и не позволит вам идти против своего естества, нарушая божественные законы и калеча свою плоть. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта в сайт Возрождения.